Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Президент Турции Реджеп Тайп Эртаган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции на площадке Синоп, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу Russia Today. Борис Анидович, а что означает это предложение строительства второй АЭС? Не за российский счет он хочет второй АЭС? И как вообще относиться к этой новости? Ну, давайте по порядку. Давайте самая простая оценка. Встреча в Казани, саммит Брикс прошел не просто так. Вполне материальное последствие, потому что вряд ли вот такое предложение в адрес Росатому могло раздаться без предварительного согласования между президентами двух наших стран. Что касается модели, по которой строится атомная электростанция АКУ, собственность Росатома, вряд ли такое возможно повторение хотя бы в каком-то ближайшем будущем. Традиционно, кто атомную электростанцию заказывает, тот ею владеет и управляет. То, что произошло, собственно говоря, в начале 2016 года, на мой взгляд, совершенно очевидно напрямую связано с инцидентом 2015 года, с трагической гибелью наших летчиков. И, разумеется, с той самой фразой Владимира Владимировича Путина одними помидорами не отделайтесь. Может быть, кто-то оценивал это по-разному, может быть, кто-то считал, что речь действительно идет только о поставках помидоров в Россию, но на самом деле все выглядит несколько иначе. Собственность атомной электростанции АКУ на день сегодняшний – это полностью Росэнергоатом, как заказчик, точно так же, как к любой другой российской атомной электростанции надо относиться. Все разговоры о том, что нам кто-то должен был дать денег, чтобы мы построили свою атомную электростанцию, считаю, как бы это помягче сказать, ну, придумайте какие-нибудь типичства. Мы же не просим деньги у кого-нибудь на то, чтобы построить Курскую АЭС-2 или продолжить строительство Ленинградской атомной электростанции. Как-то сами решаем. А на АКУ нам почему-то кто-то должен был давать. В чем особенность проекта АКУ, ну, тоже, на мой взгляд, известно. Одно из требований постфукусимского кодекса безопасности, который был разработан МАГАТЭ и группой других международных специалистов по результатам расследования аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи, отсутствие доступа персонала станции к шкафам АСУ-ТП, автоматизированных систем управления технологическим процессом. Есть требования МАГАТЭ, чтобы это... И к этим шкафам был доступ только у компании Венера, то есть той компании, которая строит, по чьей технологии строится. Соответственно, ну, если совсем грубо, то реакторы атомной электростанции АКУ будут управляться с улицы Большая Ордынка в городе Героя Москве. Что такое четыре ядерных объекта, в каждом из которых будет находиться более сотни тонн обогащенного урана, плюс тот уран, который ляжет в бассейной выдержке, ну, надеюсь, объяснять все-таки не требуются взрослые люди. Точно так же надо относиться и к тому, что Турция закупила систему ПВО С-400. Многие считают, что это исключительно военные какие-то проблемы, но поскольку один из дивизионов располагается в провинции Мисрин, то есть там же, где строится атомная электростанция АКУ, на мой взгляд, это отвечает требованиям по физической защите нашим, российским. Почему именно там? Ну, представители генштаба Турции дали прекрасное объяснение для того, чтобы блокировать риск прорыва авиации из Сирии. Авиация из Сирии будет прорываться в Турцию. Прекрасно. Почему такая станция там необходима? Если ставить любую другую технику западного производства, то есть система свой-чужой будет определять своими ту самую авиацию, которая может иметь самые недружественные планы относительно российской атомной электростанции. То есть никакой Патриот туда не поставишь. Повторение такого проекта, ну, крайне маловероятно, тем более, что если рассматривать атомную энергетическую программу Турции, такая есть, планировалось до 40-го года ввести в строй 20 гигаватт мощностей именно атомных, три больших атомных электростанций полноразмерные. Если мы смотрим на АКУ, это четыре реактора по 1200 мегаватт, 4,800, ну, грубо, если три таких вводим, то порядка 14 гигаватт мощностей, все остальное атомными станциями малой мощности, что, на мой взгляд, тоже достаточно приличные. Две дополнительные площадки турецкими специалистами, регулирующим органам, были заранее определены. Если атомная станция, какую на Средиземноморском побережье Турции, то Синоп, разумеется, на Черном море. И если будут решать, как называть эту атомную электростанцию, я, конечно, буду выступать за присвоение имени адмирала Нахимова по понятным причинам. Но здесь такой модели, когда собственником и компанией-операторам остается Росатом, уже не будет. Это классический вариант. Мы заказали, мы заплатили, вы нам построили, мы стали-стали управлять по окончании всех процедур. Как будет решаться вопрос с финансированием? Я не собираюсь загадывать, как пройдут переговоры. Будет ли это межгосударственный кредит, будет ли это еще что-то? На мой взгляд, ничего плохого в межгосударственном кредите нет, поскольку, если смотреть на АКУ, это степень локализации, то есть объем работ, выполненных местными компаниями, порядка 30%, значит, из 100% межгосударственного кредита 70% просто отправляются на предприятия Росатома или на те компании, которые она привлечет для реализации этого проекта. Это деньги, которые придут в российскую экономику безо всяких процентов. Конечно, не так выгодно, как получать деньги при нынешней ставке рефинансирования с центрального банка, но все-таки тоже ничего. Государственный бюджет получит налоги за все выполненные заказы и, соответственно, потом какой-то процент по межгосударственному кредиту в зависимости от того, какие условия будут. Ну и такое соображение, чем держать деньги в разных валютах в разных местах, у нас это уже один раз хорошо получилось, лучше их держать в атомных электростанциях. Прибыль больше будет и надежность повыше. Что еще интересно в связи с этим? Было известно, что часть оборудования на атомную электростанцию «Акуэ» должна была поставить немецкая компания «Сименс», из-за чего не то, чтобы мы выпали из графика, по графику и должны были запускать в 2025 году, но была надежда, что выход на минимально контролируемый уровень удастся в 2024. Из-за этой задержки все вернулось в график. То, что не смогли поставить немцы, на мой взгляд, разумеется, это повышает значительное реноме немецких машиностроителей, немецких электронщиков. С честью мы хвала, они таким нехитрым способом закрыли для себя один рынок. Компенсированные эти поставки были за счет достаточно долгого сотрудничества России и Китая в атомной отрасли. Напомню, что строительство атомной электростанции «Теньвань» началось в 1999 году, поэтому я думаю, что у «Росатома» была информация, кому можно и нужно обращаться в случае проблем с немецкими специалистами. Оборудование, которое пришло из Китая на атомную электростанцию «Акуэ», разумеется, было сертифицировано государственными органами надзора Турции. Соответственно, если переговоры по «Синопу» завершаться успешно, то таких проблем с задержками дополнительными не будет и не потребуется никаких переговоров с загадочными немецкими компаниями. И если поставки будут от тех же производителей, что и в данном случае, здесь задержек тоже не будет. Еще один аспект, на мой взгляд, может быть косвенный, может быть, я и ошибаюсь в такой оценке, но совсем недавно прошел референдум в Республике Казахстан о приемлемости атомной энергетики для этого государства. Ответ референдума – да. И сейчас правительству Казахстана предстоит разрабатывать условия тендера. Предварительный отбор претендентов уже прошел. В финал вышли четыре компании, четыре страны, которые они представляют. Помимо «Росатома» – это компания «Энерджи де Франсе», как ни странно, из Франции. Корея – корейская, южнокорейская компания и китайская компания, причем со стороны Китая, CNNC, China Nuclear National Company, та самая, с которой «Росатом» сотрудничает с конца прошлого века, с 1999 года. Опасения, которые высказывают сейчас в Казахстане, кому нужно отдавать строительство, на чью технологию соглашаться, они известны. Один из очевидных аргументов – то количество зарубежных проектов «Росатома», которые сейчас находятся в реализации. С учетом активизации в последнее время организации тюркских государств, я думаю, что вот такое решение со стороны президента Турции Эрдогана – это еще один аргумент в пользу того, чью технологию нужно выбирать. У Казахстана тоже вопрос достаточно непростой, какая из компаний наиболее подходящая, но если говорить о действительно безопасности для Республики Казахстан, атомной электростанции, то оптимальный, на мой взгляд, вариант, когда облученное ядренное топливо уходит на переработку, а на день сегодняшний на планете только две страны такими технологиями обладают – Россия и Франция. Но если сотрудничать с Францией, здесь есть свои нюансы. Все-таки с учетом состояния объединенной энергосистемы Казахстана, Казахстану нужны новые объекты генерации, а не строительство новых объектов генерации. Если атомная электростанция, как по французской традиции, появится лет через 15-20, то, в общем-то, это уже не очень кстати, но и денег на строительство по французским технологиям будет найти значительно сложнее. Кроме того, не стоит забывать, что на этот тендер ЭДФ предложила реактор ЭПР-1200, ни одного референтного блока, никто не знает, что это такое. Мне кажется, что вот такой новый успех Росатома на международной арене, даже вот такое приглашение к переговорам – это уже успех, надо отдать должное, увеличивает шансы Росатома на переговорах со всеми остальными потенциальными клиентами, их достаточно много. Это не только Казахстан, это и начавшаяся подготовительная работа с Индонезией, с несколькими уже африканскими странами, так что, на мой взгляд, вне зависимости от того, сколько времени продлятся эти переговоры, положительную роль они играют уже прямо сейчас, просто по факту того, что к ним приглашен именно Росатом. Напомню, что вторым претендентом на площадку Синоп в Турции была, опять же, французская компания, но это уже не ЭДФ, это консорциум с Митсубиши, и это реактор от МИА-1000. Опять же, если мы говорим о Казахстане, то вполне показательный. Вот Турцию, у которой была возможность выбирать между российской и французской технологией, свой выбор сделал. Каковы у вас специалисты Казахстана сомневаться в том, что это правильный выбор? Есть основания, но расскажите. Так что, чем бы переговоры не закончились, сколько бы они времени не шли, я не думаю, что с Турками будет легко вести переговоры, наверняка будут какие-то с их стороны условия для нас неприемлемые, встречные. Но я на всякий случай напомню, что прибыль, которая начнет поступать Росатому с момента запуска первого блока атомной электростанции АККУ, может оставаться непереведенной в рубли, может использоваться тут же для дополнительных заказов для строительства второй атомной электростанции. В общем-то, удобно. Борис Александрович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют окончательно, и нас вместе с ним. Подписывайтесь быстрее на наш телеграм-канал, геоэнергетика инфо, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях отключения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Присоединяюсь к моим надеждам на то, что площадка Синоп уйдет Росатому, и о том, что новая атомная электростанция будет носить гордое имя адмирала Нахимова. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok